Девочка умственна. Цулуми с нежностью наблюдала за их умильными телодвижениями. Она была исполнена счастьем. 2019 год, 7 мая. Её детям было 15 месяцев. Цулуми пришла с ними на пляж. Мальчик бегал по песку, топадая и спотыкаясь, но вставая на ноги. Девочка сидела у воды, погрузив руки в волны. Она хихикала и говорила «Холодно. Холодный». Глядя на океанскую гладь, Цулуми вспомнила такие же. «Так, живи, пока ты жива, живи, не волнуйся. Я, я не умру». Это были его последние слова. Прошло уже два года. «Я не умру». С этими словами он утонул в морской пучине, защищая женщину, которую любил, защищая детей, что сейчас были перед ней. «Глупый-глупый лжец», – прошептала Цулуми океану. Ну, вообще-то, учитывая, что петля до сих пор существует, можно как-то Такеши вытянуть на другой рут из петли и как-то его спасти, в принципе. То есть, вернуться в прошлое и как-то его вытянуть. Ну, как? Хм, интересно. Но в то же время она по-прежнему не теряла надежду. Нужно так вытянуть, чтобы при этом не пострадала, собственно, сюжетная линия. Может, какого-то другого Такеши вытянуть? Ну, тогда он, возможно, не будет любить Цулуми. Но в то же время она по-прежнему не теряла надежду. Нет, наверняка он жив где-то. Он человек слова. И тут... Волна проглотила девочку, что играла у края берега. Для взрослого она бы вряд ли дошла до голени. Но для годового ребенка она была подобна цунами. Ну да. Девочка исчезла во всплеске морской волны. Ее понесло океан, словно бревно с половной древесиной течением. Цулуми бежала так быстро, как только могла, отпинывая песок на своем пути. Но прежде чем она успела добежать, случилось нечто из ряда вон выходящее. Мальчик, которому был год и три месяца, отроду прыгнул в воду и спас девочку. Не веря своим глазам, Цулуми бросилась к ним. Она перенесла их на сухой песок. Девочка заплакала. Мальчик, словно не понимая, что произошло со слезами на глазах, взглянул на свою сестру. И через несколько секунд он свалился, словно все силы оставили его. В той же ночи оба ребенка слегли с высокой температурой. Лето. С момента рождения детей прошло полтора года. Это были счастливые полтора года. Ничего плохого не случилось. Вот почему это время было таким мирным. О, какая няка. Ой. Блин, я не могу убрать текст. Мальчик был жутким непоседой. Цулуми не могла спускать с него взгляда ни на секунду. О, какие няки. Он постоянно тащил все в рот, даже педня гучами. Жрать хомяков. Да, это похоже на меня в образе Кида. Любая электроника, до которой дотрагивались его шаловливые ручки, в одночасье приходила в негодность. А тот не переставал совать вилки в розетки. Девочка, несмотря на меньшую активность, доставляла Цулуми не меньше головной боли, потому что была невообразимо упрямой. Она отказывалась есть то, что ей не нравится. Ну, логично. Я тоже так делаю. А когда у нее было плохое настроение, ворчала безумовку. И неважно, сколько бы Цулуми не предупреждала ее, она не прекращала играть с волосами своего брата. Блин, с моими волосами младшая сестра тоже играла. Любила вытирать прямо клочки, ужас. Я чуть пляшил и мне остался. Пляшил и братик. И она всегда требовала чами. Хочу чами. Чами это как напиток. Эти дни были заполнены битвой мамы с ее двумя непослушными деточками. Несмотря на трудности, даже они были наполнены счастьем. Ночью они втроем спали в обнимку на тонком матраце. Мама, мама. Эх. Чами, чами. Бормоча во сне, два малыша искали руками свою маму. Глядя на их нежные невинные мордашки. Мордашки? Какие нахрен мордашки? Личики. Цугуми была на седьмом месте от счастья. Это у Чами мордашка. Счастья, как сильно его ей не хватало. Но однажды... Ой, психодел какой-то. Ее хрупкий, созданный с таким трудом мир, был разбит в дребезги. Это случилось так неожиданно. Утонув в своей счастливой жизни, Цугуми перестала остерегаться их. Она не знала как, но они нашли ее и пришли без стука. Они приспешники лейблих. Приспешники прямо. Как культ какой-то. Спасаясь бегством, не успел взять ничего из вещей, Цугуми забрала с собой детей и хомяка. Главное хомяка пусть берет. Они убежали, но очевидно, что рано или поздно лейблих их схватят. Продолжая убегать, Цугуми подумала про себя. Даже если я буду продолжать убегать, принесет ли это счастье моим детям? Они не смогут пойти в школу. Для них это будет слишком тяжело кочевать из города в город. Но если нас поймают, что лейблих сделает с моими детьми? Быть со мной для них слишком опасно. Цугуми решилась. Она нашла сиротский приют, работникам которого могла доверять, и решила оставить их там. Ее дети были еще слишком юными. Даже если бы Цугуми попыталась все объяснить, они бы не поняли. У нее не осталось выбора. Она отдала детям свой кулон и сказала. Я вернусь за вами, вернусь и заберу вас, обещаю. Ничего не понимая, мальчик и девочка смотрели на свою маму глазами полными слез. Вытерев горькие слезы, Цугуми с каждым шагом прочь, все оборачивалось и оборачивалось. Теперь с ней остался лишь Чами. Выглядывая из нагрудного кармана Цугуми, Чами любопытно разглядывал ее лицо. Но даже умильная мордажка Чами не могла исцелить ее разбитое сердце. Не знаю даже, правильно она поступила, нет. Она провела много бессонных ночей, рыдая от горя и отчаяния. Несколько лет спустя, когда Цугуми вернулась в приют, ее дети бесследно исчезли. Ну и естественно их нашли. С того момента прошло много лет. Она чувствовала себя опустошенной. До этого самого дня, до этой самой минуты, Цугуми делала лишь одно, искала своих детей, блуждая во тьме. Закончив свой рассказ, Цугуми с нежностью закрыла свои глаза. Она ни разу не упомянула имен Хакута или Сара, потому что так их назвала не Цугуми, а кто-то другой. А как она их назвала? Никак. Я оставил Цугуми и Сару. Я бы хотел остаться с ними навсегда, если бы мог. Но еще есть множество неотложных дел, с которыми нужно разобраться как можно скорее. Слушая рассказ Цугуми, я неожиданно кое-что вспомнил. До того, как прийти в Лему, мне позвонили. По телефону чей-то голос сказал мне. Если ты придешь в Лему, то встретишь свою сестру и маму. Ну нифига себе. Так вот оно что. До того, как произошла авария, я ждал кого-то в мини-парке. Значит, я ждал маму и Сару. Наверняка Цугуми заманили сюда под тем же предлогом, что и меня. То есть это ловушка все-таки. Что заманили? Зачем? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но у меня есть пара улик. Звонящий был мужчина, его голос. Без сомнений, я знаю, кому он принадлежит. Я побежал к нему. Это этот, то есть, шпион? Ты, ты, ты не куронаре, Такеши. Влетел в мини-парк, я потребовал ответа у человека, стоящего передо мной. Я больше не могу звать его, Такеши. Потому что этот парень так долго водил нас за нос. Слушай, я понятия не имею, что ты хочешь этим сказать. Хватит идиотничать. Я знаю, что настоящий Такеши наш Сара-отец. Отец? Тебя и Сары? Нет. Ты урод. Сара и я, дети Такеши и Цугуми. Я и Цугуми? Не ты, чёрт тебя подери. А Такеши из другого мира. Другого мира? Да ну. Мира 2017-го. Хм, 2017-го? Кстати, а ты когда родился? 21 января, 16 лет назад. В каком году? В 2018-м. Именно. Тогда откуда тебе знать, что было в 2017-м? Не знаю, я лишь знаю, что знаю. То, что знаю, но не знаю, почему я это знаю. Хм, 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 Хм. Вот это просто эпичная фраза. Смолвил как Кличко. Извините, я, конечно, про Кличко тупые шутки, но... По сути, он говорит дело, но он говорит как Кличко. То есть Кличко говорит дело. Но звучит это как... Хрен знает что. Потому что выразить то, что он хотел сказать, этот Кличко... Ну, очень трудно. Адекватно. Ладно, сейчас речь не обо мне. Кто? Кто ты, черт возьми? Зачем ты солгал, что сейчас 2017-й? Слушай, надо было его связать вместе с Сугуми и Сарой, короче. Нельзя было прямо так приходить и горячиться, а вдруг он, короче, у вас попытается убить или еще что-нибудь. Зачем ты притворялся, Куронари-Такеши? С какой целью ты пытался обдурить нас? Может, хотел трахнуть Сугуми? Я бы, например, притворился ради этого. Повторяю ту же самую аварию, что и 17 лет назад. Говорят те же самые слова. Хотя я бы... Нет. Нет, я вдов не трахаю. Это мое правило. Обдурить вас, обдурить вас? Кит, а ты не думал? Даже если я повторяю то, что было в 2017-м, тогда как я могу одурачить того, кто родился в 2018-м? В смысле? Ну, а мы не в 2018-м. Мы не в 2017-м. Как я могу заставить тебя поверить, что происходит то же самое, что и 17 лет назад? Это же просто невозможно. Понимаешь? Кроме того, откуда ты знаешь, что была такая же авария? Есть источники, чувак. Откуда ты знаешь, что я говорю одни и те же слова? Откуда ты знаешь, что было до того, как ты появился на свет? Ну же, ну же, покажи свое истинное лицо. Я медиум, да? Кто ты, черт побери? Я не знаю. Кто я, черт побери? В голове звучит тот же самый вопрос. Ну, может, в него вселился дух Такеши или вроде того? Ну да, ну да, когда речь заходит о тебе, ты молчишь, как рыба об аспаре. Ну так он уже рассказал о себе, что он сын Цулуми. Ладно. Так и быть, я скажу тебе свое настоящее имя. Да, ты правник. Какой я не куронарь, это Кеши? На самом деле, меня зовут Кабураки. Фу, что за тепильное слово. Кабура, типа. Ну, Кабура, это типа влагалище что-то. Ну, в нее пистолет всовывают. Это как ножны. Нет, ножны это пихло, короче. Это как раз влагалище можно назвать. Ножны это второе название влагалища. Ну, только не того влагалища, что у женщины, а то, в которое ложат нож. Именно поэтому влагалище называется влагалище. Потому что туда ложат хуй. А хуй типа это, как бы оружие. Даже ракеты ядерные в форме хуя делают из-за этого. Ну, еще из-за других причин, но не важно. Так вот, а этот Кабураки, Кабураки. Ну, я думаю, это просто что-то на японском свое означает. Кабураки Риога. Зачем он назвался? Дебил, что ли? Кабураки Риога. Так меня зовут. Стоп. А это кто? Медленно повторил Кит. Стоп. Это выросший Кит? Вот этот Кит выросший. Хм. Что это за хрень? Старое тутовое дерево, светлая голова. А вместе читается, как Кабураки Риога. Да уж. Стоп. Значит, он врет. Он не может быть никаким Кабураки Риога, потому что он просто выучил имена и назвал себя этим кидом. Или как? Вот так и Мичка, но все равно у Ю круче. Подшучивая, я по-доброму похлопал его по голове. В ответ Кабураки застенчиво улыбнулся. То есть это этот ублюдок, предатель. Не говоря ни слова, он подошел к статуе, взял в руку отвертку и стал вырезать. Ну вряд ли, я не верю, что Кит типа всех предал. Вот тот вот, другой. Кабураки Риога. А, или может этот, короче, чувак, Такеша, он просто прочитал это имя на статуе. Своим тонким острым пером Кабураки вырезал на ее спине свое имя. Должно быть он в большом восторге, что вспомнил собственное имя. Или это, чтобы снова не забыть его. Как бы там ни было, он вырезал на статуи свое имя. Но на этом он не остановился. Также чуть ниже он вырезал Ягами Коко. Танако Юбисей Харукана. Камачи Цугуми. Куронари Такеши. Ага. Вот, значит, в чем прикол. Аканагасаки Сора. Пипи и Чами. Кабураки вырезал имена всех нас. Всех, кто угодили в эту западню. Вопрос, а эта надпись до сих пор там есть? То есть, можно показать ее и сказать, что, типа, вот. Здесь были наши, типа, какие-то аналоги. Хотя, разве что Сору это убедит. Кабураки вырезал имена всех нас. Всех, кто угодили в эту западню. Завершив свое творение, он расплылся в улыбке. А статуя продолжила стоять молча с руками на груди. Значит, на самом деле, Кита зовут Кабураки Риога. Но это значит, что Кит из 2017-го и парень, притворявшийся Такеши, один и тот же человек. Он выглядит настолько молодо, что тяжело даже прийти к мысли, что миновало целых 17 лет. Тайл врет он, он просто прочитал это. Если тогда Кабураки было 15, значит, в этом мире ему 32 года. Но Кабураки, с которым я разговаривал, смахивает максимум на 20. Ему просто не может быть 30 за 30. Значит, он врет. Прежде чем я это понял, человек, назвавшийся Кабураки, исчез. Чуть раньше он ушел. Какое-то время я просто стоял в ступоре, пока не вспомнил сцену из 2017-го, которую только что лицезрел. Я подошел к статуям, словно приманенный к ним. На ее спине высечены детские фигурки из кружков и палочек. Шесть человеческих фигурок и две незнакомых фигурки животных. Э? Я присмотрелся. Статуя указывает на юг. Я поспешно оглядел остальные статуи. К моему удивлению, тот же самый рисунок высечен на статуи, указывающей на небо. А на статуи, держащие руки на груди, высечены имена шестерых людей, а заодно пипичами. На статуи, указывающей на восток, ничего нет. А, ничего нет? Как такое возможно? В смысле? Целиком и полностью сбитый с толку, я чувствую, что моя голова вот-вот взорвется. В смысле, как такое возможно? Ну, всё нормально, как бы. Я не знаю то, что должен знать. Я знаю то, чего не должен знать. В смысле? Тебя смутило, что там ничего не написано? Вот почему моя голова так болит. Я всё ещё ничего не вспомнил. Какие-то части воспоминаний вернулись, но в действительности ничего важного. Во-первых, я по-прежнему не знаю, какой он из себя, этот Хакута. Какой он по натуре человек. И в то же время, я знаю то, чего знать не должен. Я вижу то, чего не должен. Например, мир, каким он был 17 лет назад. О легенде Пигмалиона, вирусе Тиф-Блау, вирусе Кьюр, Пипи, Чами. Сейчас я знаю о них всё. Я точно знаю, что случилось во время тех драматичных событий эвакуации 17-летней давности. О том, что случилось 6 и 7 мая. В общем, пиздец какой-то. И даже в мире 2034-го я ощущаю даже иные потоки событий, происходящие в этом мире. Я знаю, как спасся, воспользовавшись принципом сифона. Как спасся, проплыл 34 метра к океанской поверхности. Третий глаз, блик, винкель. Я помню эти слова ясно и чётко. И тут я вспомнил, как наткнулся на доктора Танаку на плавучем острове. Хотя, наверное, стоит сказать, я это увидел, а не вспомнил. Как бы там ни было, я видел её. Женщина, которую называли доктор Танако, мать Юбисейха Киканы. То есть, в действительности, это Юбисейха Рукана. Да нет! Я думаю, она не Юбисейха Рукана. Наверное. Несмотря на необычность их связи, они по-прежнему мама и дочь. Осколки моих мыслей рассыпались. Я попытался собрать их вместе и рассуждать логически. Они что, действительно мама и дочь? То есть, Юбисейха Рукана выжила? Странно это. Она же должна была умереть. И написано, что она типа умерла. В 2019-м, по-моему. Я попытался собрать их вместе и рассуждать логически. Сейчас 2034-й. А Коко в 2017-м. Прошептал я в подтверждении известных мне фактов. Да, точно, сейчас 2034-й. Вот почему Цугуми была на взводе и никому из нас не доверяла. Потому что на её глазах воспроизводилась история 17-летней давности. А как же остальные? Юбисей Аки Кани 17 лет назад был лишь год. Так что она не могла знать об этой аварии. А поскольку Сара на тот момент ещё не родилась, она тоже исключается. Сора она и... Она не может соврать. И не похоже, что она лжёт. Значит, остаётся Кабураки. То есть за всей этой аварии 2034-го года стоял Кабураки? Нет, стоп. В аварии 17-летней давности выжили ещё двое. Юбисей Харукана и Коко. 6 мая 2017-го. Кабураки, Юбисей Харукана и Коко, заражённые вирусом Тиф-Блау, были эвакуированы мини-субмариной, прибывшей в бассейн IBF. Стоп, стоп, стоп. Как эти трое выздоровели после заражения? Вот-вот. Потому что они вели себе антитела из крови Цулуми? Но Коко не получила антител. Потому что находилась в модуле и проходила лечение кислородом. Вот она и умерла, скорее всего. И поэтому она в этой петле тебя пытается убедить её спасти. Ээээ... Нет, нет, ещё раньше. Юбисей Харукана страдала от тяжёлой формы порока сердца. Так? Вот и я об этом. Но она сейчас жива и здорова. То есть это не та. Что за... Точно на это есть лишь один ответ. Воу даю на отсечение. Юбисей Харукана и Кобураки заразились вирусом Q. Даже так? А чё, тоже объяснение неплохое. Ммм, интересно. Примерно за пять лет клеточного отделения, когда их ДНК были полностью заменены, они перестали стареть. Ну зачем тогда им помогать Лейблих? Они чё, любят... Эту фигню? Этой фигнёй страдать. То есть, зачем тогда нужна была Цугуми, если у Лейблих были бы эти два чувака? Лейблих же наверху их ждали. То есть вот Цугуми выбралась. И зачем Лейблих вообще тогда искали Цугуми, если бы они могли... У них было бы уже два подопытных кролика. Примерно за пять лет клеточного отделения, когда их ДНК были полностью заменены, они перестали стареть. Вот почему они выглядят моложе, чем на самом деле. А порог сердца Юбисей Харуканы полностью залечился из-за вируса Q. Хмм, интересное объяснение. Но, неужели правда так и было? В другой версии событий Кобураки не видел Гограмму в Куполе. В Куоне, то есть. Ага, то есть он не мог заразиться Кьюром, потому что он не видел эту Гограмму, потому что у него бы появилось зрение. Да, точно! Так что твоя версия дерьмовая, ты дебил. Я же сказал. Если он не врал и не притворялся, значит у него нет инфракрасного зрения. И хотя у меня нет доказательств, интуиция подсказывает, что у Юбисей Харуканы нет инфракрасного зрения. Если подумать, тогда в 2017-м... Да, если подумать, они же были в руках этих лейблях. То есть, они же их забрали как раз из IBF. Когда они их лечили, то есть антидот, допустим, это... Они бы их явно обследовали на все вирусы. Если бы они обнаружили Кьюр, то они бы не гонялись за Цугуми. Цугуми сказала, что среди носителей вируса Кьюр она особенная. Видимо, она из тех редких случаев, когда ДНК целиком и полностью заменилась по всему телу. Значит, Юбисей Харуканы и Кабураки – неполноценный Кьюр. Но вряд ли существует такое понятие, как неполноценный Кьюр. Эммм, бесполезно. Я так ничего не пойму. Но у меня по-прежнему есть гораздо более серьезный вопрос. Ну блин, ты думаешь Кабураки тебе не соврет? Я думаю, он тебе просто соврал. Я должен обдумать его в первую очередь. Озвучит он, как я могу знать то, что было до моего рождения или даже в отдельных пространственно-временных континуумах. И почему авария, случившаяся 17 лет назад, произошла вновь. Конечно, это не совпадение. Кто-то или что-то ее спланировало. У меня есть лишь одна ниточка. Коко. Я хочу встретиться с ней. И я чувствую, что Коко может знать многое, если не все, об этой аварии. Но как я найду того, кто появляется предо мной спонтанно? Думаю, тебе тоже стоит попробовать появиться перед ней спонтанно. Ой, ну конечно. Внезапно меня осенило. Я вспомнил. В этот час, 5 мая, Коко будет в зале космического кита. А, то есть нужно просто с ней пересечься. И тогда они смогут друг друга увидеть. Эй, эй, кит-сан! Кит-сан. Так, не кит, а кид тогда уже. Который час? Час кита! Да, смешно. Коко, как всегда, в своем репертуаре. Ня-ха-ха-ха-ха. Да, она ня-ха. Ты, только не говори, что просила меня тащиться сюда ради какой-то глупой шутки. Да еще в такую рань. А, так это Такеши, он вспоминает, типа, как он с Коко здесь был. Сейчас же здесь будет затопление. Вроде. К слову, сейчас 8 часов утра. Ня-ха. Коко хотела с Такипеном сходить на свидание. Свидание? Угу. Я и забыл, что Коко такая ебанутая. Или это она в другом руте была и такой, в общем-то. Скажи, Такипен, я же тебе нравлюсь, правда? Значит, у Коко с Такипеном сегодня свидание. Когда мальчик и девочка хотят признаться друг другу в любви, ничто не располагает к этому так, как ночное звездное небо. Хе-хе-хе. А Коко знает, как охмурять парней. Хотя, смотря каких парней адекватных, как раз вот так и охмуряют. Звездное небо. Упругие, теплые сиськи. Милые глазки. Пухлые губки. И пошло-поехало, в общем-то. Можно ещё, не знаю, там, чего-нибудь похавать купить. Потому что еда, она тоже к любви располагает. Потому что, когда ты сытый, то тебе до любви. А если ты голодный, то не до любви. Естественно, когда вы оба едите, делитесь едой, то это вас ещё больше сближает. Так что, вот почему, в принципе, девушек лучше в рестораны водить там куда-то ещё. На свидание. Вот почему я привёл тебя сюда, к киту. А по правде я шучу. Такипён, ты ведь уже женат? Ээээ, ничего не стесняйся. Коко знает о тебе, Такипён. Всё при всё. Нет, Такипён, не только о тебе, но и обо всех, обо всех при всех. Вот так. Нифига себе. Обо всех? Ещё как. Потому что Коко Медиум. Вот кто. Да, Коко знатный тролль. Коко, сколько тебя помнит, всегда могла говорить с людьми из разных миров. Из разных миров? То есть, с тем миром, что снаружи? Неа. Как бы сказать, Коко имела в виду мир отличный от этого. Эээ? Когда я смотрю из глаз людей другого мира, то вижу всё из прошлого и будущего. Надо же, круто. Например, двумерные существа. Они же не могут видеть весь мир целиком, верно? Такие существуют, да? Двумерные – это как раз ты, Коко, потому что ты на экране у меня. Ты же не сможешь увидеть геоглифы, гигантские рисунки, которыми славится плато Наска в Перу-Земли. Или, скажем, забавная картинка с кошечкой, что стоит у тебя на рабочем столе. Точки, из которых она состоит, её целиком не видят. Ага. Да-да, ну. А знаешь, что им для этого нужно? В случае с Наской надо лишь подняться в воздух на самолёте и посмотреть вниз. А в случае с картинкой кошечки, если слегка отдалиться в третьем измерении, её можно увидеть целиком, верно? А мы сами по себе находимся в третьем измерении, ведь так? Только третье измерение движется вперёд во времени. Значит, чтобы увидеть его движение, нельзя оставаться в трёх измерениях. Поэтому Коко придётся взглянуть на всё из четвёртого. Если подумать, разве не об этом говорила Сора? Но Коко всего лишь человек и не может выйти из течения времени. Поэтому я просто заимствую перспективу людей из четвёртого измерения. Значит, когда ты говорила о людях снаружи, то на самом деле имела в виду людей из четвёртого измерения? Угу. Это самый большой бред, что я когда-либо слышал. Нифига себе она. Такая крутая. Я могу. Правда могу. Ещё как могу. Здорово, правда? Третий глаз. Так сказать. Коко обладательница третьего глаза. Ни хрена себе. Угу. Мне аж страшно. Выходит, ты можешь рассказать всё о моём прошлом? Хм. Хакутан, сомневаюсь, что Коко может чем-то тебе помочь. Э? Хакутан, на самом деле ты никакой не Хакутан, ведь так? Хакутан не заимствует ничью перспективу, наверное. Хакутан, я думаю, что ты сам себе перспектива. Что ты имеешь в виду? Бликвинкель. Э? Бликвинкель наверняка он знает всё. Бликвинкель. И тут... Бум. По нашему тушам ударил жуткий грохот. Мы рефлекторно взглянули наверх. Купол нашего мироздания космоса растрескался. Незамедлительно, словно лавина, на нас обрушился лимит морской воды. Осколки вылетают из стен и обстреливают пыль. Я огляделся на Коко и след, но Коко и след простыл. Коко? Никто не отвечает. Все звуки тонут в бешеном рёве воды. Даже я слышу себя с трудом. Нужно спасаться теперь, я думаю. Сверху падают водяные капли, а снизу поднимается белая дымка. Вода быстро прибывает. Исходящая с потолка строя воды ударила по киту и спустила к центру зала. Он жутко изогнулся и с грохотом упал на пол. Его большой рот раскрылся настиж, а зрачки опустили. Кит-мёд. Он никогда не был жил. Развернувшись, я стал прорываться через воду и вылетел из зала. Дверь в зал космического кита захлопнула с булькающим звуком. Братик, ты в порядке? Услышав её голос, я резко обернулся. Она стоит рядом, переводя дыхание. Когда завыла сирена, я бросилась сюда, но... Заглянув Саре за плечо... А кто такой Бликвинкель? Я так и не понял. Там его где-то упоминали или что? Я чего-то такого уже забыл о нём. Заглянул в Саре за плечо... А! Да, точно не помню. Заглянул в Саре за плечо, я заметил, как к нашу сторону бегут остальные. Затем перевёл взгляд на дверь, которая, кажется, не протекает. Зал космического кита затоплен, но кажется, мы в безопасности пока что. Э, братик! Кровь! Э! Кровь идёт! Сара показала на мою левую руку. Я взглянул на свою ладонь. Когда я успел порезаться? Может, осколком задело, а я даже не заметил? Или я на что-то напоролся, пытаясь добраться до двери? Как бы там ни было, моя рука кровоточит. Как ты? Сара вынула белое полотенце из кармана, взяла мою руку в свои и перевязала рану. Болит? Я покачал головой. Так, в какую сторону ты покачал головой? Да или нет? Потому что я ничего не чувствую. А, нет, значит. Словно это не я поранил руку. Так, может, ты это Блик Винкель? Стоп. Может, он не Хакутана, этот Блик Винкель? Странно. А кто этот Блик Винкель? Может, это учёный? Блик Винкель. Э? Сара вопрошающе покосилась на меня. Это его имя, значит, да? Вот ты не узнал своё имя. Сильнее, чем травма, сильнее, чем потоп, сильнее всего на свете. В моей голове звучат слова Коко. Блик Винкель. Блик Винкель. Блик Винкель. Кто ты? Кто я? Опять. Я снова слышу этот голос. Это мой голос или чей-то ещё. Я не свожу глаз с ладони. По белой ткани медленно расползается красное пятно. Кто ты? Кто я? Хакутан, на самом деле, ты никакой не Хакутан. Ведь так? Блик... Блин, Винкель. Наверняка он знает всё. Да, то есть Блик Винкель знает всё. Ну, не блина, Блик. Блик Винкель. Блик Винкель. Кровь. Мокрое красное пятно расползается. Кровь капает густыми каплями. Приземляясь в уже у моих ног. Ну, он знает всё, значит, если Коко знает всё, и Блик Винкель знает всё, а Хакутан не знает ничего. А ты знаешь всё, но ты Хакутан, но не Коко. Значит, ты Блик Винкель. Логичная дедукция. Я этот... Шерлак Холм. И тут... В глазах покраснело. Шестое мая, суббота. Я вижу всё. Всё, что было в 2017 году. Нескачаемый поток осколковых изображений. Куски этого мира плывут в полнейшем хаосе. В этом мире я всего лишь наблюдатель. Да, я не могу ни на что повлиять. Только смотреть. Я всего лишь перспектива. Коко что-то с ней плохое происходит. Коко застанала и прижала руки ко рту. Сквозь щели в её пальцах сочится красная кровь. Она стекает на полцентра управления. Не может быть. Это симптомы... Симптомы? Какая к чёрту разница? Ты что, ослепла? Если так будет и дальше, Коко... Коко, держись. Куронари, что делать, что делать? А он Кобураки. Стоп. А там Кобураки только что было. А теперь Такеши. Реально, был же Кобураки. Вот. Коко, держись, Кобураки кричит. А... А... Кобураки, это шкид. То есть, ясно. А я так и не узнал о Киде. То есть, я в том руте. Это дополнительное что-то. Странно всё это. Держитесь, возьмите себя в руки, без паники. Я всего лишь перспектива, и ничего не чувствую. Связь между тем, что я вижу, и сознанием оборвалась. Всё, что я могу смотреть, на разочар... На разворачивающиеся передо мной события. Я не чувствую ни грусти, ни злости, ни раздражения, ни отчаяния. Я гляжу на реальность перед собой, словно на бессмысленный набор цифр. Тиф Блау 2017, 3F17. Элмри просканировал Коко. Вирус Тиф Блау. Держись, Коко. Нет, не умирай. Коко лежит на медицинском столе. Ммм, Кабураки крепко держит её крохотную руку. Открой глаза, Коко. Очнись, прошу тебя. Кабураки схватился за её плечи и сильно тряхнул. О! Это Такеши так выглядит? Да, он не похож на нового Такеши. Он такой... Больше подходит к Цугуме, скажем так. Он брюнет, как я прямо. Так что я на Такеши... На этого умного Такеши похож. Ну, только я не хочу умирать, конечно. Я бы не был таким дебилом. Всё-таки он как бы умный, но он всё равно дебил. Он умный только частично. Умнее, по крайней мере, чем новый Такеши. Эй! Ты что делаешь? Хватит, Кит! Такеши убрал его руки с Коко и с трудом оттащил от стола. Что ты делаешь? Придурок, возьми себя в руки. Ты хоть понимаешь, что творишь? Но Коко, Коко... Что мы можем? Коко умирает. Успокойся, на свете нет ничего невозможного. Не сходи с ума. Давай вместе успокоимся и подумаем. Ссора прервала Такеши и Кида. Глядя собравшимся в лицо, она сказала. Прямо под нами находится сооружение под названием IBF. Тематический парк Лему был построен в Лейблих Фарма-Сютикаус. Лейблих же построили и исследовательскую лабораторию IBF. И на этом мы сейчас закончим. Всем пока. Уже будем заканчивать прохождение в следующей серии. Пока-пока.